Славного дня! Сегодня я хочу вам рассказать о механизме образования жира в организме или так называемом липогенезе. К сожалению, до сих пор существует мнение, что основная причина лишнего веса — это высокое потребление жиров в рационе. В то время как уже есть достаточно много исследований и современная доказательная медицина говорит о том, что жиры в рационе необходимы, и их нельзя исключать, и более того, они не являются причиной ожирения. Но по-прежнему во многих медицинских учреждениях врачи, если видят высокий холестерин, сажают человека на безжировую диету, считая, что именно высокий холестерин может быть причиной теросклероза, различных сердечно-сосудистых патологий и, естественно, лишнего веса, в том числе сюда же относят и метаболический синдром. Так вот, для того, чтобы не быть голословной, я вам хочу немножечко рассказать о механизме образования холестерина, и вы поймёте, что жира бояться не нужно, что необходимо, наоборот, его количество надо правильно увеличивать в своём рационе. Дело в том, что когда смотрят анализ крови и видят повышенный холестерин, это мало о чём говорит сама цифра холестерина. Необходимо обращать внимание на такие фракции холестерина в липидограмме, как липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды очень низкой плотности и триглицериды. Вот эти факторы вместе, в совокупности, могут нам уже более подробно сказать, что же происходит с жиром в организме, куда же идёт жир, который человек потребляет из пищи. Дело в том, что основным, скажем так, плохим маркёром для человека является не столько высокая цифра холестерина, сколько высокая цифра триглицеридов. Вот триглицериды — это уже достаточно серьёзная причина поменять высокие триглицериды, поменять свой рацион, но не по уменьшению жира, а в сторону уменьшения потребления углеводов. Причём начинать надо, конечно, с исключения быстрых углеводов, сахаров. К быстрым углеводам также относятся у нас не только глюкоза, но и фруктоза, соответственно, это и мёд, и все сладкие фрукты, такие как виноград, бананы, инжир, сухофрукты, различные сиропы, пусть даже они и считаются полезными у сторонников правильного питания. Клюквенный сироп — это пенамбура. Однако они содержат очень большое количество глюкозы либо фруктозы и являются источниками как раз повышенных триглицеридов. Механизм такой, что когда у нас в организм попадает большое количество глюкозы или ещё хуже — фруктозы, излишнее количество, то организм повышает в ответ на повышенный уровень глюкозы и фруктозы в крови, выбрасывается инсулин, повышается инсулин. Инсулин — это как, можно сказать, привратник, скажем так, у клеток, который открывает ворота в мембранах клеток для глюкозы. То есть повышилась глюкоза, она является источником энергии для клетки, но в клетку она зайти сама по себе не может. Нужен привратник, который откроет ворота в клеточной стенке, в клеточной мембране и запустит, разрешит глюкозе войти в клетку, из которой уже будет получена энергия. Так вот, инсулин, его может быть недостаточно для того, чтобы… то есть привратников меньше, чем желающих войти в клетку, если говорить так иносказательным языком. И вроде бы зашла глюкоза в клетку, мы получили энергию, ну это я рассматриваю хороший вариант, такой вот идеальный вариант развития событий. Но если было съедено слишком много углеводов, то лишняя глюкоза, она остаётся невостребованной в крови, и она не выводится из организма, а запасается организмом на всякий случай. Вдруг будет голодное время, и понадобится эта глюкоза. И вот запасаться она уже начинает в виде гликогена в мышцах, либо в печени, и в том числе из углеводов, лишних из лишней глюкозы, организм делает три глицериды. И вот эти три глицериды мы можем увидеть в анализе крови, и мы можем посмотреть, не превышал ли человек уровень глюкозы свой в течение, например, последних трёх месяцев. И если мы посмотрим гликированный гемоглобин, и посмотрим три глицериды в крови, и увидим, что их уровни высокие, то даже на фоне нормального холестерина, вписывающегося в стандартные значения, мы должны проявить настороженность и понять, что человек на самом деле находится на пути к атеросклерозу и, возможно, образование атеросклеротических бляшек в сосудах. Хотя, вроде бы, да, всё спокойно, и холестерин находится в норме по значениям. И обратная ситуация. Холестерин может быть высокий, но при этом мы смотрим на уровень три глицеридов в крови, на уровень гликированного гемоглобина, на такие маркёры воспаления, которые можно увидеть в крови, как С-реактивный, С-чувствительный белок, или фактор некроза опухоли. Есть ещё ряд факторов. И оценив воспаление, тот же самый СОЭ-сегментацию в крови, то есть мы можем посмотреть в общем анализе крови. И вот в этом случае, если мы видим, эти показатели завышены на фоне высоких три глицеридов, на фоне высокого гликированного гемоглобина, но при этом прекрасная картина у нас по холестерину, мы бьём тревогу и понимаем, что нужно снижать три глицериды, нужно убирать воспаление, потому что воспаление может привести к воспалению в стенках сосудов, и тогда эти три глицериды сыграют плохую роль и могут вызвать закупорку сосудов. Таким образом, часто снижение жира не даёт, даже при продолжительной диете безжировой, не даёт никакого результата, смотрят опять кровь через пару месяцев и видят, что ничего не изменилось, не понизились три глицериды, и у человека по-прежнему есть риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время стоит этому человеку не менять количество жиров в рационе, даже увеличить жир, хороший, правильный жир, об этом отдельно я буду говорить, какой жир является хорошим, но при этом убрать все быстрые углеводы, вплоть до фруктов, как ни странно, и мы видим очень быстрое изменение по снижению три глицеридов. Организм перестаёт запасать эту лишнюю глюкозу, эту лишнюю фруктозу, перестаёт её запасать в виде три глицеридов и снижается риск атеросклероза. То есть вот такой вот интересный механизм, на который я хочу обратить внимание. И эти же три глицериды, они, кстати, запасаются в жировых депо. То есть чем больше у вас не востребованной фруктозы и глюкозы в крови, тем выше уровень три глицеридов, и, соответственно, тем больше требуется объём жировых депо, куда эти три глицериды нужно сложить для длительного хранения. И когда наступит голодовка, организм будет их использовать в качестве источников энергии. То есть начинает расти жировая ткань. По поводу того, какие механизмы способствуют, к сожалению, накоплению три глицеридов, помимо того, что в рационе много глюкозы и фруктозы, я подробно рассказываю на вебинаре, с которого как раз и поступил этот вопрос, а что же является правильным исключить углеводы или жиры для похудения. Вебинар как раз, где мы разбирали подробно все механизмы, приводящие к накоплению жира на животе, внутрибрюшному жиру и жира вокруг талии. К этому вебинару можно получить доступ в любое время, самостоятельно его рассмотреть. Какие-то вопросы, вот как сейчас, я освещаю более подробно и на широкую аудиторию, потому что понимаю, что есть сложности восприятия этой информации. Дальше, в следующий раз я расскажу обязательно, что же правильно есть, какие жиры правильные, какие углеводы верные, и какой объем этих углеводов и жиров должен быть в течение дня, чтобы было комфортно питание. Всего хорошего, на связи!